МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркий, летний город-курорт Самара на ваших фото. О чем пишут в самарском ЖЖ. Азбука науки снова в Самаре. Чебурашку и домовенка Кузю сделали героями Покемон Гоу. Самые необычные тренды Инстаграм. Идеальная женщина, все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в этой рубрике мы снова наслаждаемся вашими фотографиями с хэштегом Самара-город-курорт. Летом количество таких снимков стремительно растет. А все потому, что наша Самара действительно преображается, становится чище, красивее и по-летнему ярче. Здесь и виды города, и вечерние прогулки, и отдых с друзьями, и пляжные вечеринки. Ну и просто родные, любимые места. Сложно было выбрать десяток другой фотографий из нескольких тысяч. Обещаю, что мы будем регулярно отслеживать самые интересные фото нашего волжского курорта. Любят самарские блогеры путешествовать по родным землям, делать чудесные фотографии и выкладывать посты в Самара.ру. А вместе с ними путешествуют и все читатели этого самарского живого журнала. На сей раз пользователь с ником S7000 побывал в Чубовке, чем и поделился в своем блоге. Чубовка находится на малопроезжей дороге в широкой лощине. Со стороны М5 подъезд к селу с горы. Вид открывается неповторимый, пишет блогер. Причем в качестве бонуса пользователь ожидает еще и слайд-шоу под чудесную музыку. Еще немного красоты вам от самарских видеоблогеров. Дмитрий Моторин выложил в сеть видео, снятое в Сергиевском районе. Всю красоту Голубого озера можно будет увидеть, погрузившись под воду вместе с товарищем Дмитрием Юрием Кокориным. Парни проделали колоссальную работу. Ролик получился масштабным и захватывающим. Ставим ребятам наш самарский лайк. Если ты, молодой изобретатель, мечтаешь связать свою жизнь с наукой и космосом и собрать невероятного робота, тогда тебе обязательно следует принять участие в конкурсе детского научно-технического творчества «Азбука науки». Конкурс проходит на базе Самарского университета уже в четвертый раз. Участником может стать любой желающий до 17 лет. На конкурс принимаются технические изобретения или самодельные устройства, конструкторские разработки в области космической деятельности, а также идею проектов, которые могут быть реализованы в условиях Международной космической станции. Заявки принимаются до 2 сентября по адресу, который вы видите на экране, с пометкой «Азбука науки». Подробности ищите на сайте университета. В прошлом году молодые конструкторы съехали со всей России и два дня принимали активное участие в выставке, лабораторных опытах и творческих встречах. К примеру, сюрпризом для всех ребят стало появление на фестивале настоящего летчика-космонавта Александра Лазуткина. Так что дерзайте, друзья! Не только мы любим выкладывать в сети свои фотографии. Обычным планетам порой тоже хочется всемирной славы. Ну и чтобы ракурс был хороший. На днях американский космический зонд «Джуна» передал на Землю первые после прибытия в систему Юпитера снимки газового гиганта и его спутников. «Джуна» названа в честь греко-римской богини Брака Юноны, супруги Юпитера. Неудивительно, что она так быстро добралась до него всего-то какие-то пять лет. Зонд был запущен 5 августа 2011 года. Ох уж этот Юпитер, красавчик! На цветном изображении видны детали атмосферы планеты, в том числе большое красное пятно. Также на снимке присутствуют три из четырех крупнейших лун – Ио, Европа и Ганимед. Вспоминаем-вспоминаем астрономию. О том, как ревет Юпитер при встрече с Джуна, можно легко найти в сети. В каких только местах на Земле эти несколько недель не ловили покемонов. Но шумевшее приложение Pokemon Go добралось и до россиян. Объясню, что же это за народная забава такая. Pokemon Go – это игра с элементами дополненной реальности. Цель – охота на покемонов и их последующая тренировка. Однако, не все так просто в этом приложении, если оно успело собрать вокруг себя столько противников. Ловцы то в паучье логово забредут, то на медведя наткнутся, то ловят покемонов в музее Холокоста или храме. Многие общественники выступают за запрет игры на территории России. Но есть и те, кто отнесся к этой забаве с хорошим чувством юмора. В сети появились картинки, как выглядела бы игра, если бы вместо карманных японских монстров В ней нужно было ловить героев советских мультфильмов. Здесь вам и Чебурашка, кстати, так и любимый в Японии, и домовенок Кузя, и попугай Кеша, и водяной из летучего корабля. Интернет-шутники также несколько изменили интерфейс. Вместо покебола, специального шарика для ловли покемонов, на экране появился красный советский резиновый мячик. Мода существует и в интернете. Особенно преуспел в трендах Инстаграм. Пользователи регулярно задают какую-то творческую инициативу, которую подхватывают тысячи, а то и миллионы пользователей. Я решила собрать пять самых необычных, сумасшедших, глупых и смешных трендов среди пользователей. Первый тренд заставил прекрасную половину социальной сети вооружиться удочками. Хэштег «фишбра» дословно переводится как «рыботопик», заставляет барышень прикрывать свои прелести обитателями морей и океанов. Сумасшедший тренд – мужские косы. Около пяти тысяч фото и десятки тысяч комментариев к ним. Косы непростые, французские. Они пришли на смену выбритым вискам, ухоженным бородам и пучкам на голове. В ответ мужчинам, заплетающим косы, девушки в Инстаграм превращают себя в единорогов. Причем ради пущего эффекта еще и красятся в яркие цвета. Как минимум 300 тысяч пользователей социальной сети Инстаграм уже присоединились к моде на разноцветные локоны. Медики из Лондонского центра пластической хирургии составили портрет идеальной женщины. Внешность получившейся модели практически слепили из того, что было. Из тех чертлит знаменитостей, которые считаются эталонными по формуле золотого сечения. Для портрета выбрали нос актрисы Эмбер Хёрд, брови скандальный Ким Кардашьян, глаза актрисы Скарлетт Йоханссон, форму лица певицы Рианы, губы манекенщицы Эмили Ротаковски и лоб супермодели Кейт Мосс. Странная получилась дама. Пользователи набросились на медиков с критикой. Мол, идеальных людей не бывает. На форумах и в блогах развернулись настоящие баталии. А как вам такая идеальная красотка? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам. А лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. Адрес вы видите на экране. А еще хочу пригласить всех в нашу официальную группу. Там не только собраны все выпуски и программы, но и регулярно появляются интересные новости, истории и фотографии. Также ищите телеканал Самарагис на просторах интернета. Наш сайт, твиттер, инстаграм, группы ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока.